Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Мы приветствуем вас на фестивале Манны. Прямо за мной 250 мужчин и женщин, большинство из них из США, но есть и из других стран. Они приехали с нами на тур по Святой Земле. Мы снимаем этот выпуск в завершении нашего тура. Мы сняли 41 выпуск фестиваля Манны, которые будут выходить в 2020 году и далее. Мы хотим поделиться с вами учением с лестницы Хульда в Иерусалиме. Многие спрашивали меня об этом, и это тема порядок будущих событий. Есть различные убеждения относительно пророчества. Есть люди, которые верят, что не будет скорби, не будет прихода Антихриста. Они считают, что все это исполнилось между 66 и 70 годом и закончилось разрушением храма римскими легионами. Я могу взять другие места Писания и связать их с пророческими стихами и доказать, что такое мнение является ошибочным. И вот как можно это сделать. Они сами признают это. Если книга Откровения была написана после разрушения храма, то эта теория полностью опровергается. Я могу сказать вам, что три первых отца давали даты написания книги Откровения. Она была написана после смерти императора Домициана, где-то в 95 году нашей эры. Так что с этой теорией покончено. Затем есть амиллениалы. Это люди, которые не верят, что будет тысячелетнее царство. Даже несмотря на то, что в Откровении, 20 главе, несколько раз говорится о том, что мы будем царствовать с ним на протяжении тысячи лет. Есть люди с разными убеждениями. А вы должны понять, что будут люди, которые будут смотреть нас, но иметь другое представление о времени исполнения событий. Давайте начнем вот с чего. Грядет время, в которое у нас будет семилетний промежуток, который называется 70-й неделей из книги Даниила. Слово «неделя» не означает «семь дней». На самом деле оно означает период протяженностью в семь лет. В Новом заявится в Евангелии от Матфея, это называется «Великой скорбью». Мы видим тоже описание в Откровении. Книга Откровения, которая была написана через много лет после того, как Иисус учил на Иллионской горе, рассказывает о том, как разделились эти семь лет. Первые 42 месяца в Иерусалим придут два свидетеля, и многие иудеи последуют за ними. Мы знаем, что один из них — это Илья. Об этом говорится у Малахии в 4-й главе. Некоторые считают, что второй свидетель — Моисей. Я же считаю, что это Енох, который пророчествовал о пришествии Господа. Иудак говорит об этом в своей книге. Он также не видел смерти, но ему придется умереть. В послании к евреям 9-й главе говорится, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Вторая половина скорби начнется, когда Антихрист вторгнется в Иерусалим. Он разделит город, как об этом говорит Захария. Город будет разделен. Интересно, что однажды этот город уже был разделен. Когда-то все, что передо мной, даже Елеонская гора, Западная стена, Храмовая гора, принадлежали Иордании. Евреям принадлежала эта часть города, а Иорданцам — та сторона. Но это изменилось после войны 67-го года. Однажды во второй части скорби, как говорится в Откровении, посреди скорби, эта местность будет захвачена людьми, которые будут принадлежать системе Антихриста. Очень важно, чтобы вы это поняли. Это ключевой момент. Чтобы понять семилетний промежуток времени и то, какое место он занимает в истории, вы должны спросить себя, есть ли в Библии место, где упоминается о семи годах? Это указательно то, когда начнется скорбь. Вы можете прочитать это вскользь, если не будете внимательны. У Иезекииля в 38-й и 39-й главе есть один интересный стих. Там рассказывается о битве Гога с Магогом. И в этой битве говорится о других странах. Там упоминается Персия, то есть Иран, Фагарма — это, скорее всего, Турция, южная часть России. Мы также видим Ливию и Эфиопию. Мы видим коалицию исламских стран, которые выступят против Израиля в двух местах. Одно место у Иезекииля называется Васан. А вы там были. Теперь вы знаете, о чем я говорю. Это голландские высоты. Кесария и Филиппова. Они будут идти через Сирию и Ливан. Как вы знаете, персы — радикальные исламисты. Сейчас борются за эту местность. А вторая местность — не только Северный Израиль и Васан. Она называется «Долина прохожих на восток от моря». Оттуда тоже придут армии. Это возле Иерихона. Они понимают, что я имею в виду. Если бы вы были дома, то сказали бы, не понимаю, о чем тут речь. Если встать у Иерихона и посмотреть на гору, с которой Моисей увидел землю обетованную, то вы увидите долину, с которой Илья поднялся на огненной колеснице, и где похоронен Моисей. Там есть гряда Аварин. Именно там находится древняя долина прохожих. Интересно, что если сегодня вы начнете свой путь из Иерихона и пройдете полпути до Галилейского моря, то на стороне Иордании раньше там не было ничего. Теперь же там города и фермы. Там всюду здания. Это два места, в которых будут ключевые битвы. Я не хочу зацикливаться на одном, упуская детали того, о чем хотел рассказать. Когда эта битва закончится, то, как сказал пророк, «Израиль победит всех и останется лишь одна шестая от той армии». Это полное уничтожение. И вот что сказано далее. «Они пойдут и будут сжигать оружие семь лет». Вот где мы видим семерку. Иными словами, в девятой главе Даниила сказано, что придет какой-то исламский лидер, скорее всего, с территории древнего Вавилона, к которому относятся Ливан, Сирия, Ирак. Он заключит мирный договор с Израилем, который продлится семь лет. Он сделает это, чтобы разоружить их. «Мир будет так недоволен этой битвой, и они так сильно будут давить на Израиль, что, скорее всего, он скажет, нам нужно разоружить вас. Мы будем соблюдать мир». Этот человек заключит с ними договор. А потом, посреди семи лет, он придет с новой армией. Сказано, что он, антихрист, захватит Египет, Ливию и Эфиопию. Об этом говорится у Даниила. А страна, которой удастся вырваться из его рук, которую он не захватит, это Едом, Маав и Аман. Об этом также говорится у Даниила. Вы не поймете, кто такие Едом, Маав и Аман, пока не придете сюда или не исследуете этот вопрос. Это Иордания. Я считаю, что Антихрист не захватит Иорданию из-за ее связей с этой частью страны. У них есть связь. Именно иорданцы следят за мечетью, за храмом. Ему не нужно захватывать территорию, которая и так контролирует эту часть храмовой горы. Вы понимаете, о чем я говорю? Хорошо. Также интересно то, что Петра находится в Иордании. Три стиха в Библии говорят о том, что остаток убежит посреди скорби в горы. Большинство богословов считают, что они пойдут именно туда. Бог разобрался со всем этим. Вот каким я вижу порядок вещей. Опять же, мое понимание порядка может измениться, потому что мы сможем понять пророчества лишь тогда, когда они сбудутся. Когда вы видите, как пророчество сбывается, вы говорите, вот это да. Вот что случилось. Там говорили, что должно случиться это, а там то, и оно случилось. Вы поймете, когда оно случится. Я считаю, что один из главных ключей к пониманию порядка событий – это битва Гога и Магога, а также семилетний договор. Грядет событие, которое называется «Собор Церкви Первенцев» или «Восхищение». Павел говорил о соединении со Христом в послании Ефесиным. Мы же используем для этого богословское понятие «вознесение». Я использую его лишь потому, что большинство людей знают это слово, независимо от того, верят ли они в то, что это случится или нет. Я хочу показать вам вот что. Где-то во время этой битвы возможно случится вознесение тела Христова. Я хочу объяснить вам, почему вознесение должно произойти перед скорбью. Во-первых, Библия говорит, что Бог не предназначил нас к гневу, но ко спасению через Сына Его. Библия говорит, что Бог сдерживает человека греха, Антихриста, пока мы не будем забраны, только тогда откроется нечестивый. Нечто сдерживает дух Антихриста на земле. После множества исследований я пришел к выводу, что это церковь, рожденных свыше верующих, наполненных Духом Святым. Только мы говорим людям, это неправильно. Убивать младенцев неправильно. Вы приняли мерзкий закон. Больше никто не говорит об этом. Мы сдерживаем их. Иными словами, в Америке радикальные левые захватили бы все, если бы не некоторые верующие. Вы знаете, что это правда. Один человек сказал мне, как бы мне хотелось, чтобы все вы исчезли. Я ответил ему, это есть в наших планах. А когда нас не станет здесь, то вам станет так плохо, что вы захотите, чтобы мы вернулись назад. Лично я убежден в этом. У меня есть близкие друзья, которые не согласны со мной в вопросе времени Вознесения. Но вот что я хочу показать вам. Мы живем в век церкви, в век излияния благодати Божьей. Мы застряли здесь. Я не говорю «застряли» в негативном смысле. Мы являем благодать Божью, послание Его благодати. Следующий праздник труб. Вы знаете, это... Это следующий праздник, который исполнится пророчески. Как думаете, что это будет? Мы знаем о трубе, которая прозвучит при пришествии Христа. Есть труба, которая прозвучит, когда мы изменимся. Есть труба, которая вернет мертвых к жизни. Павел сказал «при звуке последней трубы». Да? Мы видим множество трубных звуков при возвращении Иисуса. Я считаю, что Он придет до начала семи лет. Я основываюсь на Откровении. В Откровении используются две фразы «гнев Агнца». Мы видим ее в начале книги. А во второй части мы видим гнев Божий. И вот что Библия говорит нам. Бог не предназначил нас гневом. Римлянам первая глава говорит, что гнев предназначен нечестивым и неверующим. Вот кого ждет гнев. Кто-то скажет, а разве Он не может оставить нас во времени гнева? Конечно, может. Но я хочу, чтобы вы следили за ходом моих мыслей. Скорбь в Даниила, так записано в книге, предназначалась для Израиля, Иерусалима и твоего народа Даниил. Она коснется Израиля, Иерусалима и народа Божьего. Вот в чем суть. Это попытка врага уничтожить Израиль и израильский народ до того, как Мессия вернется, чтобы спасти их. Если вы поймете это, то увидите, что в Откровении есть семь благословений, побеждающих. Одно из этих благословений – «Я сохраню вас от часа испытания, который придет на всю землю». Иными словами, если вы готовы побеждать мир, плоть и дьявола, вас ждет благословение. Если вы приложите усилия, чтобы победить все это в своей жизни, то вас ждет особенное благословение. Я хочу сказать так. Вознесение – это награда за верность. Люди говорят, слава Богу, если каждый, кто верит в Иисуса, отправится туда. Вы читали притчи, друзья? Было десять дев, и пять из них не попали на брачный пир. Я буду откровенен. Также есть притча про слуг. Один спрятал деньги, а двое вложили деньги. И те, что вложили их, получили свою награду. А тот, который не сделал этого, вы готовы к этому? Был брошен во тьму внешнюю. Я скажу вам, с притчами нужно что-то делать. Вы не можете игнорировать притчи о последних временах, особенно из Матфея 25 главы. Если мы с вами верны Господу, если наше имя записано в книге памяти, как сказано в Малахии, я не хочу хвалиться, но у меня есть просто феноменальное учение о книге памяти, которое объяснит вам вознесение лучше всего, что вы когда-либо слышали. Если ваше имя есть в книге памяти, и вы были верны Богу, трудились над тем, чтобы побеждать, то есть обетование вашей верности. И оно звучит так, я сохраню вас от часа испытания, который придет на всю Землю. Это благословение побеждающего. Итак, когда-то случится война Гога и Магога, и мы видим, как все к этому идет. Ее еще не было, но мы видим предпосылки к ней, а после этого будут 7 лет договоров и уничтожения оружия. Я считаю, что это говорит о разоружении, а после этого, в Откровении мы видим, как в первые 42 месяца двое свидетелей будут убиты Антихристом. Это будет посреди скорби. И все выглядит так, словно их убьют на храмовой горе во дворе. Потому что в Откровении 11 главе сказано, «Встань, измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем». А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам. После этого остаются последние 42 месяца. И вот каким будет порядок наших событий. Мы окажемся на небе. Мы будем поклоняться Агнцу Божьему. После этого нас ждут события из Откровения 11 главы. Мы отправимся на судилище Христова Биму. Для этого могут понадобиться годы земного времени. Мы не знаем наверняка, ведь всем нам будут вручать награды. После этого, в завершении 7 лет скорби, нас ждет брачный пир Агнца на небе. А в конце 7 лет мы вернемся со Христом, чтобы править и царствовать с ним на протяжении тысячи лет. Он установит свой штаб в Иерусалиме. Я очень благодарен одному мужчине, который многие годы изучал книгу Иезекииля. Он взял храм из 44 главы и измерил каждую комнату, каждый зал. Этот человек дал нам доступ к этому. Международная школа слова сделает анимационный фильм по всему храму Тысячелетнего Царства. Это будет удивительно. Вы сможете посетить все комнаты и залы. Мы еще не подготовили этот материал. Я говорю это к тому, что во время Тысячелетнего Царства здесь будет храм. Но давайте вернемся к череде событий. Грядет масштабная война Гога с Магогом. Со всем этим связано число 7. Даниила 9 глава. 7 лет скорби. Откровение 42 месяца и 42 месяца. 1260 дней в первой половине и столько же во второй. Я верю, что святые будут забраны перед гневом Агнца, потому что мы не предназначены на гнев, но на спасение через Сына Божьего. Римлянам 1 глава. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду. Будет вознесение, воскресение мертвых во Христе, вознесение святых. Как бы мне хотелось, чтобы у меня было больше времени. Я бы хотел рассказать о молнии и о том, как Иисус придет подобно молнии. О том, как тьма покроет землю. Я думаю, что пришествие Господа будет похоже на ЭМП. По всему миру отключится электричество. Вы не сможете позвонить по телефону или мобильному. У вас не будет сигнала по телевизору. Это учение, которому можно уделить целую передачу. Я назвал его «Тайна молнии и вознесения». Это невероятное учение. Так будет в конце. Итак, у нас есть первая и вторая половина скорби. Антихрист придет с десятью царями. А после этого начнутся суды Божьи. Мы видим шесть судов чаш и седьмую переходную. Затем шесть судов труп и седьмую переходную. И все это есть в апокалипсисе. Мы недавно сняли большое учение об этом. Давайте посмотрим на нас с вами. Мы должны следовать за Господом Иисусом Христом и исполнять Его волю, чтобы достичь как можно больше людей. Мы должны помогать людям, чтобы, представь перед Ним, мы услышали хорошо и получили награды за свои труды. Возможно, вы росли в другой религии, другой вере, других убеждениях. Возможно, вы верите в другой порядок событий, о которых я говорил. Но когда наступит война Гога и Магога, пришествие Господа, время скорби и Антихриста, время метки зверя, время судов на земле, время возвращения Господа, вам стоит оказаться в числе тех, кто будет с Ним, когда армии небес вернутся, чтобы установить Его царство. И Он будет править тысячу лет. «Каждый, кто не принял метку зверя во время скорби, кто решил следовать за Господом и отверг зверя, будет обезглавлен». Об этом говорится в Откровении 20 главе 4 стихе. «Но есть группа людей, огромное число, которое поклоняется Богу на небе. Они машут пальмовыми ветвями в 7 главе». В 11 главе говорится о судилище Бима для праведников. В 19 главе говорится о брачном пире на небе. «В то время мы будем на небе». А тот, кто не служит Господу... Послушайте меня внимательно. Вопрос не в том, придет ли Господь в следующем месяце, году, через 7 или 10 лет. Вопрос не в этом. А вот в чем вопрос. Вы можете умереть сейчас. Это происходит постоянно. Человек говорит «Привет, как дела?» И все, его нет. Если это случится с вами сейчас, то какова ваша ситуация с Богом? Вы искуплены? Вы готовы уйти? Я говорю людям, постоянно живите в духе покаяния. Всегда будьте готовы попросить прощения у Бога и у людей. Не погрязайте в горечи, в непрощении. Будьте в правильном положении, чтобы в случае вашей смерти люди могли прийти на похороны и сказать «Я знаю, где он сейчас». У меня нет ни капли сомнений. Этот человек любил Бога, молился, искал Бога, помогал людям. Я видел, как люди приходили на похороны человека, который не знал Господа. Короткая история. Когда умер мой папа, мы устроили похороны в Кливленде. Папа лежал в гробу, а мама сказала, «Он выглядит так хорошо. Если бы он поднялся, я бы снова вышла за него замуж». Мы знаем, где он сейчас. Я спросил своего друга, «Ты когда-нибудь слышал, чтобы на похоронах говорили о небе, при этом зная, что умершие сейчас явно не с Богом?» Он сказал, «Брат, мы хоронили людей, жизнь которых была ужасной. Они умерли ужасной смертью. У них не было времени покаяться». Мы знаем, где они. Но каждый проповедник, которого я видел на похоронах, всегда говорил, что умерший с Богом. Я сказал ему, «Это плохо». Ведь если этот человек прожил ужасную жизнь, не каялся в своих грехах, и проповедник говорит, что сейчас он на небе, то все люди, сидящие там и живущие так же, будут думать, что они тоже попадут на небо. А вот что я хочу сказать. У вас есть дух, душа и тело. Ваш дух вечен. Если вы будете слушать Бога, ваш духовный человек будет говорить вам, когда вы правы, а когда нет. Слово Божие будет говорить вам об этом. Следуйте Слову. Обратитесь к Господу Иисусу. Следуйте за Ним. Возьмите Библию. Найдите домашнюю группу, с которой вы будете изучать ее или церковь. Ведь вы хотите не только попасть на небо при пришествии Господа, но и в том случае, если ваша жизнь оборвется раньше. Надеюсь, это помогло вам. Я знаю, что мы прыгали туда-сюда. Я не всегда следую плану, но я прошу вас, обратитесь к Господу. У меня есть чудесный пророческий ресурс. Это лучшее, что мы делали. Я хочу, чтобы вы получили его и узнали больше о Слове Божьем. Вернусь к вам через минуту. Я хочу, чтобы вы увидели мое самое востребованное и популярное учение за все время. Откровение о Вознесении. Вы получите концентрат из 1400 часов подробных исследований на тему Вознесения. Этот набор из пяти дивидий, на которых находятся 10 часов учений, откроет вам эту тайну. Мы углубимся в оба завета и будем исследовать еврейские и греческие слова, рассмотрим загадочные пророческие шаблоны и древние еврейские обычаи, раввинистические откровения, труды ранней церкви. Все для того, чтобы представить подробное объяснение пришествия Господа. Первый дивидий называется «Вознесение. Откровение для апостола Павла». Узнайте, как Бог дал это откровение Павлу на горе Синай в Аравии. Вы узнаете 8 разных событий, которые произойдут во времена Вознесения. Я объясню 8 греческих слов из Нового Завета, которые описывают возвращение Христа. Второй дивидий – «Пророческое время Вознесения». Приведу вам 8 примеров того, как праведные спасутся от гнева и дам подсказки, указывающие на возвращение Христа до скорби. Узнайте, как книги Откровения, 24 старца, книга с семью печатями и другие образы указывают на возвращение до скорби. Я также отвечу на множество спорных вопросов о времени возвращения Христа. Третий дивидий посвящен теме Вознесения, праздников Израиля и циклов урожая. Узнайте, как 7 праздников Израиля скрывают удивительную. Пророческую информацию о Вознесении. Тайна Шафара, ежегодные циклы сбора урожая в Израиле раскрывают принцип Вознесения. Узнайте о 9 событиях, которые вы переживете во время возвращения Христа. Четвертый дивидий – «Вознесение и загадочная книга памяти». Я покажу вам из Малахии 3 главы, что ключ к Вознесению – это ваше имя в книге памяти. Вы увидите, чем победитель отличается от проигравшего в контексте возвращения Христа за церковью. Вы увидите, как праздник труп связан с книгой памяти, и как Вознесение создавалось в качестве особого благословения для верующего. Но это не все. У нас есть пятый дивидий «Еврейская свадьба». Мы собрали 100 актеров, взяли костюмы и реквизит. Они не только покажут еврейскую свадьбу, но и раскроют 14 ключей к тому, как еврейская свадьба указывает на возвращение Христа до скорби. Вы можете получить этот сборник из пяти дисков за пожертвование в 65 долларов или больше. Звоните нам по номеру, который видите на экране, и просите предложение RA137 или ищите его на нашем сайте. Вы также можете заказать его по почте, написав нам по адресу, который видите на экране. Вы многое узнаете, поэтому не откладывайте на потом. Заказывайте дивиди сейчас. Спасибо, что были со мной на фестивале Манны. В первую очередь я хочу сказать, как сильно я ценю то, что доктор Брайан Катшелл, канцлер МШС, Международная школа слова, нашей интернет-школы, помог мне с концовками во время моего отпуска. Я все еще отдыхаю и восстанавливаюсь, а также пытаюсь улучшить состояние здоровья. У меня проблемы с диабетом. Мой уровень сахара поднимался до 350 и 400. Все начинается с этого, а потом начинает расти давление. Мне нужно было выбраться из офиса и взяться за упражнением. В наш город приехал новый служитель из другого отделения нашего служения. Он называет меня дедом. Он говорит, ну что, дедуля, пройдемся? Покатаемся на велосипедах. Мы будем делать все, что можем. Вам стоит молиться за меня. Я всегда любил тот стих из Библии, в котором Павел говорит, телесные упражнения малополезны. Я не знаю, почему он сказал это, но это мой любимый стих. Но мне нужно меняться с Божьей помощью. И в сравнении с тем, что было, я ощущаю себя лучше. Я хочу поблагодарить вас за молитвы. А вот почему я обращаюсь к вам. Я хочу поблагодарить вас за поддержку и молитвы. Это означает для меня, что вы цените меня. А моя дорогая дочь Аманда приготовила новую одежду. Она любит молиться. У нее есть мудрость и дух миротворца. Я хочу поблагодарить ее. Я также хочу поблагодарить персонал голоса евангелизации. Спасибо вам. Вы очень ценно. Вы усердно трудитесь. Пусть Бог также благословит партнеров нашего служения. Партнеры, я верю, что у Господа есть откровение для этого последнего времени. Я не говорю о каком-то вне библейском откровении, потому что его нет. Я говорю об откровении от Духа Святого через Слово. Есть вещи, которые Дух Святой высвободит в этом мире. Я ощущаю нечто. Слава Богу. Слава. Он высвободит их в мире для тела. Это откроет глаза людей, потому что откровение разрушает оковы. Откровение разрушает бремена. Оно открывает то, что враг использует для атак. Я верю, что с помощью Божией мы получим великое откровение. Следите за нашей передачей. Заходите на сайт нашего служения. Если вы хотите купить что-то, то можете сделать это на нашем сайте. Подписывайтесь на наш канал, на Ютубе и в Фейсбуке. Мы хотим использовать соцсети, чтобы достигать людей. До скорых встреч! Перри Стоун приглашает вас в Тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране. Или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы узнать больше, а также зарегистрироваться заранее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова